Как сберечь деньги и повысить качество коммунальных услуг? Глава региона Алексей Русских вместе со специалистами сферы жилищно-коммунального хозяйства поделились наработками с федеральным гостем. В Ульяновск приехал Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию ЖКХ. Основной темой встречи был капитальный ремонт многоквартирных домов. Делегация отправилась в дом номер 12 по улице Корунковой. Местные жители рассказали Сергею Вадимовичу о проведенных в доме работах. Одним из полезных приобретений оказался датчик погоды или прибор умного отопления. Помощью него жильцы этого дома стали меньше платить за тепло. На квартиру в среднем, на мою трехкомнатную квартиру, если это в год 2019, 4200, в 2020 году 6130 рублей, и за 11 месяцев 3000 рублей. Экономия идет за счет того, что теплоноситель, который поступает с энергопоставляющей организации, мы используем ему вторично. За счет электроники вода разбавляется, не полностью идет теплоноситель, а прогоняется несколько раз. За счет этого объем уменьшается, гекокалории уменьшаются, и стоимость соответственно уменьшается. В доме также сделали кровлю. В нее вложили почти 2 миллиона рублей. Отремонтировали межпанельные швы, установили подъездные двери. Сергей Степашин выяснил, чего еще не хватает жителям этого дома для полного комфорта. У вас же лифты тут, да? Да, да. Старенькие, наверное. Старые, ну, сколько? Не останавливают, нет? Нет. Какого? В 85-е это еще не старые, есть старые. У нас по стороне 65 тысяч лифтов надо менять. В бюджете Ульяновской области заложено 230 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить на замену 180 лифтов. Глава региона намерен и дальше держать на личном контроле вопросы капремонта. Я имею в виду это замена лифтового, оборудования и решение проблемы оттока денежных средств на спецсчета. Вопросы к демонстрации, требованиям для них и региональных операторов капитального ремонта. Ну и целый ряд других посты к вопросам. Важно, чтобы работы по капитальному ремонту шли в полном объеме. Для того, чтобы ремонт проходил проще и легче, Ульяновской области не помешает помощь федералов. В части поддержки инициатив законодательных на федеральном уровне, которые бы позволили разбюрократить частично ряд позиций, которые связаны именно с капремонтом и с более быстрой процедурой реализации процесса капитального ремонта. В Ульяновской области пересмотрели сроки переселения из ветхого жилья. Ранее планировалось расселить жителей аварийных домов до 2025-го. Но на данный момент сроки сжали до 2023-го года.